Александр Кот Александр Кот, который принял фильм «Брестская крепость». Критики и зрители назвали его лучшим фильмом о войне за последние 25 лет. В 2014 году фильм Александра Котта «Испытание» получил главный приз фестиваля «Кинотавр». Среди других его киноработ – сериал «Троцкий», сериал «Обратная страна Луны», новогодняя сага «Елки», начиная с «Елок 2». В 2016 году получил гран-при и приз за лучшую режиссуру на кинофестивале «Виват кино России» в Санкт-Петербурге за фильм «Инсайт». А в 2018 году приз «Серебряный Георгий» за лучшую режиссерскую работу на 40-м Московском международном кинофестивале за фильм «Спитак». Я один, не один. Вот такая тема. Вы же все вместе, при этом вы все по одному. Хорошо. Я думаю, что надо сделать следующую историю. Ведь все ролики вы же будете снимать про себя, в общем-то, про то, что вы чувствуете, про то, что думаете. Я думаю, что надо снять такой вечерний кадр, уже лежа в постели, снять самого себя и пытаться, попытаться точнее, одним словом обозначить то, что вы чувствуете. Это один кадр. Ну, грубо говоря, ложитесь, и кто-то говорит в камеру. Ну, может, двумя словами там. Как же хорошо. Вторая часть задания – это с утра, когда уже проснулись. То же самое. То, что вы чувствуете утром. Одним словом. Третье – это снять потолок. И прокомментировать то, что вы видите на потолке. Я просто, знаете, что думаю, что нет задачи снимать прямо игровое кино. Я думаю, что задача снять про себя в этих условиях. Либо все-таки, Наташа, эта история такая сюжетная, там, с игровой составляющей. Вот как лучше? Просто посоветуй. Потому что я сейчас себе представляю немножко одно. Мне было бы интересно рассматривать. Представляете, все выложат свои потолки с комментариями. Это же интересно смотреть. Потолок с комментариями. Ну, а что? Мне кажется, круто. Потолок. И третье, и четвертое – это подсмотреть за родителями. Чтоб они не видели, что их снимают. Как бы познакомить нас со своими родителями. Это такое простое задание, которое не требует, что ли, драматургии, включения такого творческого, ну, вот такого, знаете, актерского существования и так далее. Вот я предлагаю их обстоятельствах. У вас такие вот предлагаемые обстоятельства. Если вам это интересно, можно придумать… Мы сейчас же импровизируем, и в этом смысле можно сделать вообще какую-то другую историю. Там Буриме, например. Один начинает, второй продолжает, третий и так далее. Ну, каждый вот так вот выкладывает какую-то историю. Да, у меня вопрос тут у кого-то. У Кокошкина Георгия. Насчет этого задания. Кадр сняли, вечером кадр сняли. Я говорю, как я чувствую, потом закончили, уже потом утром, да? Да, в этой же постели. Понял. Спасибо. Может быть, тогда не родители снять, а вид из окна. Тоже с комментариями. Вот как сняли потолок, так и вид из окна. У всех разный вид из окна. Да. Просто прокомментировать то, что видишь. Это не обязательно прям буквально комментировать. Это можно придумывать. Я на космической станции, вот вид на планету с Земля и так далее. Это тоже такое, как бы важно придумывать ваш мир. За окном то, чего вы можете себе позволить придумать. Максимально подключить свою фантазию. Вот что сама сможет. Да, да. Саша Багадельникова. Привет. Меня зовут, просто моя мама. Здрасте. Я хотела спросить. Вы сказали, то есть вечером, утром это одним словом. Надо выразить одним словом. Описывая потолок и улицу, надо как-то описать. Или тоже одним словом? Нет, нет. Надо прямо описать. Да. То есть первое. Все, спасибо. Я просто, знаете, что думаю, что минута – это для какого-то яркого скетча. Ну, вот такого. А вот так, чтобы сделать такое путешествие в себя, все-таки нужно чуть побольше времени. Ну, грубо говоря, потолок же можно описать очень красиво. Можно красиво описать то, что за окном. Может быть, одного слова не хватит, чтобы сказать. Я чувствую себя в пещере, мне плохо, я хочу зарыться там и так далее. В этом смысле, может быть, надо импровизировать? Да, им, да. Импровизировать. Но мне, я думаю, просто, я думаю, что нужно быть при выполнении этого всего, нужно быть максимально честно. Согласен. А то, что есть. Согласен. То, что есть, то и выдавать. Как ты чувствуешь себя на сегодняшний момент? Что ты видишь в этом потолке и что ты видишь за окном? Кто-то выглядывает в окно, например, и видит каждый день один и тот же пейзаж, не видит в нем разницы, и этот пейзаж удручает с каждым днем все больше и больше. А другой видит различия, видит, как меняется пейзаж за окном, и в этом находит какую-то радость. Кто-то видит муху на стекле, а кто-то видит солнце за окном. Да. А у меня вопрос, а надо за минуту все снять, утром, вечером, подолок и вид из окна, или надо каждое это за минуту? Виктория, я думаю, что Наташа меня поправит и Юрий, но мне кажется, здесь не надо высчитывать секунды и так далее. В монтаже высчитаем. Просто если вдруг это безумно интересно и хочется поделиться, лучше поделиться. Не надо считать минуты и секунды. Но, тем не менее, если вы скажете два слова перед сном, два слова после сна, это сколько? Ну, 10 секунд. И у вас 50 секунд. Это очень много, чтобы снять и потолок, и окно, и все что угодно. Поэтому, я думаю, вам просто физически хватит этого времени. Саша, а если, например, начать с утра, потом утро, потом день, и потом вечер, с чего все началось, как прошло, как закончилось, это получится на самом деле такой этюд, фильм, который включает в себя вот три момента дня. Нет? Вот, отлично. Мне кажется, это отличная идея. Я бы, во-первых, в рамках данного задания ничего себе бы не записывал, ну вот, не готовился бы, а просто понял бы что-то про изображение. Кино – это прежде всего изображение. Вы можете даже заранее, прежде чем снимать утреннюю или вечернюю историю, лечь в кровать, найти кадр, ракурс, посмотреть на себя, сфотографировать, понять, так хорошо ли бы, так хорошо, как лучше. Вы хотите снять себя лежащим на подушке, или вы хотите снять себя лежащим под кроватью? Ну, представляете, утро, вечер на кровати, а утро под кроватью – уже история. Я бы поискал кадры, ну, походил бы в квартире – это первое. Второе – обязательно обошел бы все свои потолки. Выбор был бы самый интересный – с трещинами, с пылью, не знаю, либо просто белое что-то. Конечно. Кино – это, ну, прежде всего, изображение, кинокадр. То есть придумать, а увидеть изображение можно заранее, знаете, отсканировать пространство. И второе – придумать себе образ. Либо остаться тем, кем вы есть на самом деле, и утренние слова говорить с закрытыми глазами. Я еще не проснулся, и проснусь нескоро. Давайте снимем, что сняли, то и получилось. И вообще, вы знаете, представьте, что вы не дома находитесь, а для вас это съемочная площадка, и вы находитесь в павильоне. Ну, в принципе, пройдитесь по своей квартире, как по съемочной площадке. Найдите места, где вы хотели бы снять свое кино. Вдруг, понимаете, режиссер же в простых вещах видит, ну, что-то необычное. Все кино снять в ванной комнате – это очень интересная задача. У кого-то кафельная плитка, у кого-то покрашенные стены – это другое кино. А здесь бы я снял кино, а здесь бы я снял кино. Везде, где я нахожусь, для меня как бы съемочная площадка. Ну, то есть я сканирую пространство. Сканирую, имеется в виду, нахожусь внутри какого-то павильона. И в этом смысле отнеситесь к своей квартире, к которой вы привыкли, к которой вы настолько все там, ну, все настолько привычно, что и незаметно. Но посмотрите немножко другими глазами. Посмотрите на свой стол письменный, лежа на полу. Представьте, что ваша кровать – это, значит, какой-нибудь дом. Ну, представьте себе, что вы реально не у себя в квартире, а зашли в гости. И впервые все видите. Будьте первооткрывателями. Вот впервые. Вы любите ходить в гости? Первым делом, что вы делаете? Проживать. Обходите, обходите комнаты. Да, и вам все это интересно, интересно. А так как вы живете у себя дома, вам это уже не интересно. А постарайтесь впервые, как будто вы впервые зашли в комнату свою, в квартиру. Впервые. Посмотрите, как свет падает. Вдруг днем на кухне отлично солнце светит прямо на холодильник. На холодильнике какой-то там магнитик, зеркальце, он блестит и так далее. Постарайтесь по-другому посмотреть на то место, где вы находитесь. Это к чему? Это к тому, что не просто лягте в кровати и, значит, снимите, а найдите. Может быть, вам захочется переставить кровать в какое-то место, чтобы снять этот кадр. Кино – это изображение, прежде всего. Оно было бы придумано бессловесным. Люди смотрели на картинки и все понимали. Поищите, будьте и операторами одновременно. Режиссер, он же оператор, в том числе, он кинооператор. Он смотрит, он видит. Сфотографируйте свою квартиру так, чтобы как бы впервые. И обменяйтесь фотками. Мне кажется, это будет интересно. Лампочка. Мой заклятый враг. Когда же он мне уже люстры купит и тебя закроет? Мам! Как-то скучно. И спать совсем не хочется. Ведь темно. Мам! 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 Я такой классный сон видела. Мам! Да уж. Вот это вид. Колодцы одни. Мам! Еще пару минут и встану. Смотря на потолок, мысли сплетаются в кубок. Кулачок природы в мегаполище. Завтра я обещаю дождливую погоду. Но это и к лучшему. Все равно гулять нельзя. Да читай свою книжку. Хочу спать, но надо вставать. Небо. Хочу на улицу. Знаете, хорошо, что вы дома. Согласитесь, необычный пейзаж 3 апреля. День прошел хорошо, но я что-то устала. Марускес, пора спать. Сдаем гаджеты. Отбой. Город пустой и тихий. Не слышно детских голосов. Но нет. За окном кто-то мечтает и фантазирует. Я люблю свой потолок. Он помогает мне очутиться в других галактиках. Каждую точку я вижу новой звездой. И я долечу до нее. Матюхов, сырнички. Город пустой и тихий. Хорошо. Солнечно. Так на улицу хочется. Но карантин. А вон, с собакой можно на 100 метров от дома. Пейзаж Земли. Вот бы построить космическую базу в Луне. Упреждать карантин там. Я немного устал. Но все-таки хороший был день. Радостный. Особенно Гарри Поттер в конце. А завтра будет новый. Спокойствие и умиротворение. Сегодня у нас вот такой вот замысловатый вид из окна. Можете наблюдать снежочек. Очень неожиданно для погоды в апреле. Для меня этот вид вообще не скучный. Потому что каждый день здесь ходят разные интересные люди, когда нужно сидеть на карантине. Но их это не останавливает. Да, они делают это специально для меня. Чтобы я наблюдала за ними. Аааа, посмотрите, там люди ходят. Наверное, что-нибудь чинят. У меня так мой знакомый дворник на крыше что-то делал и мне кричал, когда я была поменьше лет так на пять. Люблю свой вид из окна, потому что с каждым днем здесь яркое солнышко светит. Да, не прошло и пяти минут, как погода сразу изменилась. Ну, прям как настроение моей учительницы по математике. Я решила показать вам именно эту часть своего потолка. Почему? Потому что это мое любимое место в доме. Вот. И я очень предана этому кусочку навесного потолка. Такой бледный, как лицо какого-то человека. Такое ощущение, что он грустный. Но сегодня мне кажется, что он достаточно веселый, несмотря на плохую погоду за окном. Мне он очень нравится. Он простой, нежный, с оттенками серого. Как же хорошо и уютно. А какой день недели-то? Вот как представлю, что-то нами еще целых 20 этажей. Саша страшно становится. Они там ходят, перемещаются из комнаты в комнату. Как страшно. 20 этажей. А сейчас еще все сидят дома на карантине. С этой стороны такое красивое голубое небо. Так погулять и хочется. А вот если посмотреть немножко налево, то вот гулять уже совсем не захочется. Такая чернота. Сейчас, наверное, скрыть вам будет дождь или гроза. Это точно. Сидим дома. Отлично пошел сегодняшний день. Очередное утро, а я не сажусь с первым делом в телефон. Интересно, что делают соседи по ту сторону? А ведь для них это пол. Такое ощущение, что потолок это некая граница между жизнью одной семьи и другой. Пустая улица. Ну вот кто мог подумать, что мегаполис может опустить за месяц? А мне нравится. Такое ощущение, что на улице апокалипсис, А город продолжает жить. Вся жизнь в телефоне и в заботах. А когда ты отрываешься от экрана, И у тебя есть свободное время, Ты смотришь на обыденные вещи, И все становится как-то по-другому. Карантин. Как же это страшно. Страшно, во-первых, потому, Что весь мир сидит дома, И никто, никто не может выйти на улицу. Мне повезло. Я сижу на даче. Что с теми, кто сидит В душной квартире целыми днями? А ведь раньше я не обращала внимания на этот потолок. Видимо, не было времени. Смотря на него, я вспоминаю, Как в детстве я со своей сестрой Думала, что вон те коричневые точки на досках, Это барашки. Что они желают нам спокойной ночи. А ведь я не так уж и счастлива на даче. Я не видела своих друзей два месяца. Мои бабушка с дедушкой улетели в Болгарию, Теперь не могут вернуться. Со своей подругой я очень редко созваниваюсь, Потому что нас завалили. Завалили домашней работой. Хотя нет. Вчера я очень сильно ошибалась. Жизнь на даче просто прекрасная. И я счастлива. Так, а что у нас с погодой? Она просто прекрасна. Сегодня тот самый день, когда можно гулять. О, а вон там живет моя подруга, С которой я знакома уже несколько лет. Чаще всего я смотрю в окно лишь для того, Чтобы узнать, чем она там занята. Одна на карантине. И чаще всего я ее жалею. Одновременно вспоминая про то, Что у меня все совершенно наоборот. Пора делать мир лучше. Это не потолок. Это огромная темная туча перед грозой, Которая содержит все зло человечества. Зависть, месть, убийство, ложь. Это не простой дом. Это дом ужасов, В котором живут монстры, привидения И всякая нечисть. А ночью даже прилетает НЛО. Счастье есть всегда. Спокойной ночи. Алиса, выключи свет. Окей. Доброе утро. Это мой потолок. Это мои лица из окна. Проснуться пришли. А за окном я увидела вот это. Снежинки похожи на огромных белых мух. Мне нравится такая погода. Снежинки похожи на НЛО. Облака так быстро движутся. Закат очень красивый. Из персикового цвета переливается в белый. Из белого в голубой. Из голубого в синий. Свет в окнах то включается, то выключается. Такое ощущение, что ты в другом мире. Например, на планете Энер. И выключается. И выключается. И выключается. Солнышко. Какое счастье. Потолок. Белый. Но когда взгляд падает на эту люстру, я начинаю вспоминать детство. Потому что эта люстра раньше висела в нашей старой квартире. В моей детской. Вот это мой любимый вид из окна. Я каждый день выхожу на балкон. Смотрю на море. На горы. И думаю. Как же хорошо жить. Каждый вечер, перед тем, как лишь спать, думаю, был сложный день, учеба. И все-таки хорошо, что есть ночь и можно поспать. Как же хорошо выспаться. Наш потолок очень красивый. В нем есть какая-то закономерность. Очень красивая. От него так и веет. Прохладой и свежестью. Как от настоящего луга. Чувствуешь себя летчиком, у которого был тяжелый бой. И который возвращается на аэродром. И вдруг видит такую замечательную картину. И как-то сразу усталость спадает. И как-то сразу все хорошо. Лес, который виден из нашего окна, если выглядеться, очень сильно напоминает подразделение каких-то воинов-великанов. Великанов, потому что наши елки действительно огромны. А воинов, потому что они в зеленой форме. И знаете, что странно? Если выглянули, то действительно ощущаешь себя одним из этих воинов. Только гораздо ниже остальных ростом, но все равно шагающим вместе с ними, как маленький мальчик среди взрослых. Только бы нормально выспаться. Привет! Меня зовут Барон. У меня есть сестра, которую зовут Белль. И есть хозяйка, которую зовут Ника. И каждый раз, когда мы просыпаемся, мы всегда думаем о нашей хозяйке. И нам кажется, что она тоже думает о нас. Ведь она еще должна с нами погулять и покормить нас. А это мой потолок. И расскажи секрет. Если на него очень-очень долго смотреть, то можно будет увидеть какие-нибудь рожицы. А это мой вид из окна. И знаете, сегодня так солнечно, что прям хочется погулять. Все, решено. Сейчас выйду и пойду погуляю. Ой, Афон мой лучший друг, Арти. Привет, Арти, привет. Вы не поверите, но когда мы засыпаем, мы тоже думаем о нашей хозяйке. Ведь она должна нам налить водички и дать вкусняшку, чтобы нам лучше спалось. Ладно, уже поздно. Всем спокойной ночи. Опять этот волшебный сон. Так странно просыпаться после него и снова видеть эту пустоту. Этот пустой белый потолок. Эти пустые белые стены. Все это так давит на меня, и мне хочется вырваться. Вырваться отсюда, на улицу. Почему? Ну, например, это обсерватория из моего окна. Когда ночью открывается ее купол, ты чувствуешь себя рядом с чем-то неизвестным и великим, и даже когда с нее осыпается штукатурка, и падает на соседнюю крышу, этот стук, он похож на инопланетный сигнал. Все это странное волшебство так рядом со мной, а я не могу выйти из дома. Но эти странные волшебные сны. От них не становится легче. Лень встать. Я нахожусь на атомной станции на другой планете. Здесь очень красиво небо и очень красивые облака, но они газовые. Улицы совершенно пустые, в домах не горит свет, детские сады тоже пустые. Еще я нахожусь на другой планете. Мне кажется, также я нахожусь в другой вселенной, потому что посмотрите, как расположены в хаотичном порядке звезды, планеты. Также здесь есть солнце. Вот оно. Оно горит очень тусклым светом, хотя на планете очень жарко. Небо белое, планеты кажутся желтыми. Иногда здесь бывают помехи. Вот что-то вроде этого. Я лежу на синей траве. Планета прекрасная. Не хочу спать. Мой день начинается примерно так. Надо было раньше ложиться спать. Мой день на карантине. Собака, нога, другая нога, туловище, голова. Если мы добавим сюда одну лампочку, то получим птицу. Крылья, хвост, туловище, голова. Мой двор на карантине. Смотрю я в окно, и мой двор напоминает мне сказочную поляну, где трава из Алисы в стране чудес, а дерево из фильма Кристофер Робин. После длинного и напряженного дня я люблю плюхнуться на неразобранную кровать и расслабить абсолютно все мыши. Застилаю кровать и думаю о завтрашнем дне. Ну все, надо вставать. А Москве теперь к ночам звезды видно. Я сейчас гуляю в доме. Так прикольно на улице, но очень холодно. За окном идет снег, ветер дует. Хорошо, что вы дома. Сегодня был длинный день. Я много училась, играла, читала, танцевала. Сегодня не ушел снег, а сейчас идет дождь. И очень встала. Хочу спать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Сейчас я скучаю больше всего по тебе. Моя Москва. На улице никого. Пожалуй, кроме птиц. Однако среди серых домов, грязи, дорог, слякоти проверяются яркие краски. И достаточно все близко, такое маленькое, так уютно, так хочется выйти, прогуляться. Бесят птицы, хочу спать. Чувствую себя немного разочарованно. У нас белые потолки, но иногда мне кажется, как будто это ландшафт какой-то планеты. Я смотрю на него сверху, и все эти маленькие выступы, холмики, они как горы. Особенно вечером, когда из окна свет падает под углом, да особенно хорошо видно их тень.